Привет! Продолжаем следить за соцсетями во время самоизоляции. Сегодня говорим и показываем челленджи, которые побуждают нас к творчеству, да и вообще пробуждают все самое лучшее в человеке. Да, и такие тоже есть. И вот наша подборка. Девушка с жемчужной сережкой. Одна из самых известных картин нидерландского художника Яна Вермеера. Очень популярна во время изоизоляции. Челлендж с пародией на произведение искусства запустил музей Гетти в Лос-Анджелесе. По правилам нужно было взять три подручные вещи и почувствовать себя художником. Посты под вот этими непроизносимыми хэштегами заинтересовали и россиян. Только наш челлендж называется намного проще. Изоизоляция. Если вы еще не попробовали оживить великие полотна, сейчас самое время. Кстати, для студентов Ленинградского областного колледжа культуры и искусства это домашнее задание на оценку. Во всем есть плюсы. Их только видеть нужно. Группа Little Big, которая из-за коронавируса не смогла поехать на Евровидение, запустила собственный конкурс. Карантиновидение 2020. Мы решили провести свой домашний песенный конкурс. Карантиновидение 2020. Карантиновидение 2020 это сон-контест, в котором может принять участие абсолютно каждый. Для этого достаточно придумать песню и снять минутный клип на мобильный телефон в домашних условиях. И загрузить в инстаграм с хэштегом Карантиновидение 2020. И отметить под этим видео нас. Под этим хэштегом люди публикуют свои оригинальные ролики, снятые дома. А потом их оценивают участники группы, блогеры, комики и артисты. И это тоже шоу. Читаю классика. Сначала под этим хэштегом были видео знаменитости. Так они рассказывали об акции Библию Ночь. Но идея ушла в народ. И более 27 миллионов человек задались вопросом, что же почитать. Ты меня не любишь, не жалеешь, разве я немного некрасив, несмотря в лицо от страсти млеешь, мне на плечи руки опустив. Стикеры от аккаунта Культурно подскажут, на что обратить внимание. Впрочем, можно не только читать. Музеи скучают. 12 мая эта акция закончилась в некоторых районах Ленинградской области. Потому что музеи Выборгского, Всеволожского, Гачинского, Кировского и Тосинского районов распахнули свои двери. Обязательное условие для сотрудников и посетителей это защитная маска. Пока экскурсии проводятся лишь по 5 человек и только на улице. Но это лишь начало. Продолжение следует.